чтобы надежно спрятать вещь ее нужно положить на самом видном месте народная мудрость меня часто спрашивают что сами французы думают о войне 1812 года какую историю им рассказывали в школе я считаю что совершенно неважно какую историю им рассказывали и рассказывают сейчас а важно какие памятники и кому французы поставили после этой войны так ну что мы в париже это знаменитый дом инвалидов с другой стороны музей армии здесь у нас находится тело наполеона склеп или гробница наполеона и действительно саркофаг который является могилой наполеона находится практически в самом центре парижа громадный саркофаг размером 4 на 2 на 4 с половиной метра и весом 35 тонн высечен из прочного как алмаз карельского парфира 200 тонную глыбу этого минерала царь николай 1 подарил французскому правительству специально для памятника говорят при этом он пошутил что в россии для наполеона камень всегда найдется но пошутил ли царь или был серьезен но почему-то далеко не многие задумываются почему наполеону сделали такую почесть особенно если учесть как вся эта история окончилась для наполеона по крайней мере как эта история была описана согласно российской версии а согласно российской версии наполеон был тираном для европы даже писали что наполеон установил иго несчастным европейцам и от этого тирана европу освободил русский царь александр первый париже существует много памятников наполеону а вот памятников александру первому я не нашел триумфальная арка в париже начало строительства 1806 год окончание 1836 год то есть арка еще до потопная размеры ее просто впечатляют кранов не было ничего не было но тем не менее как-то и построили аркал было построено как триумф побед великой армии по приказу наполеона строили 30 лет ну что самое интересное закончили тогда когда в общем-то великая армия уже можно сказать потерпела крах согласно официальной истории а если смотреть неофициальную строю это все нормально все на своем месте надпись и на латинском все как положено результат римской империи и действительно 1814 году наполеон отрекся от престола его великая армия потерпела поражение но при этом арку продолжили строить и также вложили силы в строительство барельефов со следующими интересными сюжетами битва под аустерлицем 2 декабря 1805 года на этом барельефе наполеон прогоняет александра первого наполеона можно узнать по треуголке а александра первого можно узнать по букве а на вольттрапе его лошади как-то неуважительно изобразили александра первого спасителя европы на композиции написан год 1836 но не написано название композиции но может быть здесь изображена ссора александра первого и наполеона за право вступления в москву ведь после аустерлица было много других событий почему изобразили только это триумф в 1810 года римский стиль оформления и наполеон во всем великолепии на стенах надписи на латинском языке перечислены фамилии всех генералов великой армии и это сделано не просто так это прямой отсыл к традиции возведения арок римской империи вот например триумфальная арка в риме триумфальная арка в париже посвящена триумфу великой армии которая согласно официальной истории была распущена в 1814 году декретом сената объявившим о низложении наполеона так зачем в эту арку вложили столько сил и средств но в париже есть еще одна арка посвященная победам наполеона эта арка на площади карузель это та самая арка через которую входили русские войска в 1814 году очень странно для русских войск которые выиграли войну 1812 года проходить через арку которая посвящена победам наполеона и содержащую его знак римского орла кстати примечательно что на всех картинах русские генералы казаки и офицеры изображены с белой повязкой на левой руке наверху этой арки поставлена квадрига античная двухколесная колесница с четырьмя запряженными конями после войны 1812 года в россии также построили триумфальные арки навроские триумфальные ворота памятник архитектуры стиля ампир в санкт-петербурге триумфальные ворота построены в 1827 по 1834 годах в память о героях отечественной войны 1712 года наверху арки также как и на арке в париже изображена римская колесница но что это за богиня изображена на крыше арки не похожа она ни на богиню и славянского пантеона богов православному христианству это богиня тоже отношения не имеет а изображена здесь виктория древнеримская богиня победы в правой руке богиня держит венок казалось бы причем здесь рим и россия московские триумфальные ворота впервые сооружены в 1829 тире 34 годах по проекту архитектора бове на площади тверская застава в честь победы русского народа в отечественной войне 1812 года но здесь также русскому народу почему-то ближе оказалась римская богиня победы виктория арка главного штаба самостоятельный архитектурный объект была построена как главный монумент посвященный отечественной войне 1812 года и завершающий ансамбль зданий напротив зимнего дворца и на этой арке двухколесной колесницы которых в россии никогда не было величественно несется римская богиня победы виктория она также держит венок в правой руке а в левой руке держит своеобразный жезл с двуглавым орлом в общем то все верно двуглавый орел символ российский но есть подозрение что и здесь идею для композиции полностью скопировали из европы и действительно квадрига на браундербургских воротах германии также несет римскую богиню викторию у нее в руке жезл только на нем на венке сидит уже римский орел на орле такая же корона почему россия которая выиграла войну 1812 года начала повторять памятники европы которая была наследницей римской империи в 19 веке российская пропаганда писала что эту войну выиграл русский народ который был представлен ополчением но какое отношение русский народ имеет к римской богине виктории вандомская колонна парижская колонна побед прежнее название великой армии на вандомской площади в первом округе парижа воздвигнутая по декрету наполеона 1 от 1 января 1806 года в память побед одержанных им в кампанию 1805 года возводилась 1806 по 1810 года у колонны сложная история ее несколько раз разрушали и восстанавливали о чем есть фотографии статую наполеона несколько раз меняли например одна из статуй стоит доме инвалидов но я бы хотел заострить внимание не на этой колонне она ее отражение в россии речь идет конечно же об александрийской колонии которую также называют александрийский столб благодаря стихотворению александра сергеевича пушкина это памятник в стиле ампир находящийся в центре дворцовой площади санкт-петербурга воздвигнута в 1834 году архитектором агюстом монферраном по указу императора николая первого в память о победе его старшего брата александра первого над наполеоном находится в поведении государственного эрмитажа в навершии колонны изображен ангел который крестом давит змея на самом деле композиция очень странно во первых крест католический но не православный такой крест можно увидеть практически в каждом населенном пункте во франции но почему этот крест стоит на главной площади санкт-петербурга во вторых почему крест давит змея а не пчелу или французского орла змея открыта пасть композиция явно изображает издыхающего змея дело в том что змей здесь изображает символ дракона а дракон был символом большой тартарии как известно александрийский столб то есть александровскую колонну пушкин упомянул своем стихотворении памятник но мало кто знает что в ранних изданиях его произведений этот столб упоминается в другом контексте я памятник себе воздвиг нерукотворной к нему не зарастет народная тропа вознесся выше он главою непокорной наполеонова столпа конец цитаты это фрагмент книги которая хранится в российской государственной библиотеке неужели эта колонна изначально называлась наполеоновой хотя есть версия что пушкин писал про колонну париже но как известно пушкин жил в россии считается что он даже не бывал в париже так зачем упоминать колонну которую он никогда не видел а как раз в год написания стихотворения построили колонну санкт-петербурге мост париже называется мост александра 3 этот мост был построен александром третьим знак благодарности победы над тартарией это самый красивый мост здесь париже здесь мы видим две буквы ф и р они переплетены друг с другом здесь имеется ввиду франция и россия композиция находится внутри венка римский стиль позолоченные статуи стеклянные камыши красивые плафоны для светильников отличный подарок от россии франции знак дружбы между этими странами один вопрос возникает где такой же красивый мост россии что-то я не слышал чтобы подобный был так где центр мира был для россии в конце девятнадцатого века не обошлось здесь и без римской богини виктории которую поставили на всех памятниках войны 1812 года в россии разве уместно здесь ее также поставить лично я считаю что неуместно своем ролике которые называются неудобные артефакты войны 1812 года я попросил зрителей присылать необычные свидетельства войны 1812 года и такие свидетельства прислали это стеллаж с кондитерской упаковкой выпущенной к столетию войны 1812 года находится в музее хлеба в санкт-петербурге видно что изображение наполеона было очень популярным шоколад отечественная война фабрики блиггина и робинсона на конфете изображен пожар москвы действительно памятное событие было такое не стыдно вручить в качестве подарка конфет наполеон обратите внимание сейчас мы говорим конфеты или конфета а букву к уже не произносим получается что еще сто лет назад были другие правила написания а мы неблагодарные потомки стали забывать французский язык краеведческий музей села кошки самарской области шкатулка из-под конфет выпущенная в честь столетия отечественной войны 1812 года здесь написано последний барабанщик приведен герб российской империи но и про герб франции не забыли надпись на композиции последний бой изображен конечно же наполеон и опять изображение наполеона на крышке коробки надпись которая сейчас видна только через лупу бородинский бой интересно что на этой коробке нет российских генералов героев войны 1712 года зрителям приславшим эти фотографии объявляю огромную благодарность и напоследок немного рекламы хочу рассказать вам о карте агрегаторе city life на мой взгляд city life это российский айти проект который реально улучшает качество жизни в городе карта также содержит функцию кэшбэк не только с оффлайн магазинов но и с онлайн магазинов например таких как алиэкспресс и еще более 700 других карта не бесплатная но если вы порекомендуете ее четырем своим друзьям то деньги вам вернуться регистрируйтесь по ссылке в описании и вы поможете развитию канала